И чем случайней, тем вернее. Архаика и авангард – жанра поэтической видеоимпровизации. В искусстве дух обретает форму. В поэзии это текст на бумаге или виртуальном пространстве. Нас так приучила эпоха Гутенберга – печатного станка. Но бывают и другие виды поэзии. Например, поэтическая импровизация. О ней красочно написал Пушкин в «Египетских ночах», выведя в образе итальянца, которому внезапно приходит вдохновение, поэта, не утратившего связи с высшими силами. Он сочиняет мгновенно при слушателях. Сегодня мир обогатился компьютерными технологиями, и к архаике поэтического жанра, когда лирик, скальт или шаман разговаривал с духами или стихиями, присоединилась видеокамера, запечатлевающая эту импровизацию. Поэт держит магическое зеркальце в руках, направленное на него объективом, и сам автор, что значит «я – второй», слагает спонтанно строки, переводимые в цифру. В кадр попадают случайные прохожие, крики птиц, происшествия. Автор видеоселфи – это поэт, режиссер, сценарист, оператор и лирический герой в одном лице. Таков подлинный авангардизм жанра видеоимпровизации, сочетающий допотопную архаику сочинительства, подражание звукам воды и животных, и новейшие разработки, которые буквально на наших глазах внедрены в жизнь на рубеже миллениума. «И чем случайнее, тем вернее. Стихи слагаются на взрыд», – писал Борис Пастернак, вторя пушкинским строком. «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботах суетного света он малодушно погружен». Но поэзия рождается не только в дубравах и на берегах широкошумных волн. Она является любое мгновение. Ее вестник требует и умоляет нажать кнопку видеозаписи. В толпели, во мраке, при свече. Так рождаются поэтические видеоселфи. От импульса одной, двух, трех строк, и вот уже сложено рифмованное стихотворение за минуту. В данном случае это мой полимпсест пушкинских строк, выложенный на ютубе. «Пока?» «Пока не требует поэта ни Аполлон, ни Посейдон к священной жертве вне ответа. Он в малодушность погружен. И мнится люди отраженья. Его и сонная душа все ищет вечного окружения. В беспечной бездне, вороша. Но только глаз коснется свыше, и ухо станет, как звезда, глаза зажгутся. Он услышит и строчки сложит вам тогда. Пусть иногда, пусть через вычайной эпохи, ждущие забытья, прозрение остается тайной. А с ним душа почти моя. Что есть в данном случае форма, а что дух? Не является ли поэт нарциссом? Здесь более загадок, чем ответов. Древнегреческая мелика предшествовала драматическому жанру, предвосхитив рождение хора и антистрофы иного «я». Но не заложена ли в видео импровизации попытка диалога на новом витке с иным, как человеческим, так и высшим началом? Поэт-путешественник во времени. За десяток секунд съемки мир вокруг меняется, и сам автор становится другим, частично пересотворен по образу и подобию стиха творения. В этом жанре идея литературного направления в небизм обрела свое воплощение ровно через десятилетие – 10 июля 2017 года. Мистический или гностический символизм – так можно назвать стилистику новейшего жанра, где оболочка и наполнение едины. А какое место здесь занимает условно воплощаемая реальность, имеющая цвет и вес, дату и точку присутствия? Именно синтез реального и запредельного яви потусторонности делает новый жанр неразгаданным и в то же время угадываемым по традиционной структуре стихотложения ямбов, хореев и трехступников. Возможно, порой не совсем точная акустическая рифма отличает новый стих от неоклассического бумажного. И, конечно, сжатость дум, разворачивая их за мгновение в условную сценку посреди леса или шумной улицы. Некоторые видеоимпровизации ложатся на бумагу, а иные звучат выразительнее перед камерой, ибо неисповедимы пути музы, мимолетной и вечной, даровавшей русской поэзии великое чудо гармонии музыки и образа. Дельфы поэзии приглашают в гости сегодняшний Петербург и любое место на земле, где благоухает майская ветка сирени в прозрачных сумерках надежды на расцвет русской поэзии. Об этом мой традиционный стихотворный отклик. Шаманский дух в моих воскресших селфи, Санкт-Петербург и огненные дельфы, материки, которых нет в помине, и у реки награда благостыни, импровизаций неземные звенья и цвет акаций майского прозрения. Прыжок в прорубь, чтобы вынырнуть к свету, и нет ни мгновения, ни остановку, либо чрезмерное осмысление записываемого. Таково открытие неизвестного в привычном мире дарит нам видеоселфи. И чем случайнее, тем вернее мерцает видеозапись, принадлежащая уже вне временю. В зрачке смартфона целый мир, вбирающий автора и его эклектичную эпоху, чтобы запечатлеть мимолетную сущность бытия. Так мир был изобретен словом из прообразов в амальгамах эфира. Продолжение следует... Продолжение следует...